Дорогие друзья, мы после Черногории переносимся в Грецию. Сейчас к нам присоединится Ольга Кострица, руководитель агентского отдела Грекодом Девелопмент. А пока к нам присоединяется Ольга, и мы начинаем говорить о программах Греции, я хочу сделать одно замечательное объявление. Сейчас Оля появится. Оля, привет, ты меня видишь и слышишь? Всем доброго дня. Здравствуй, Филипп. Здравствуйте, дорогие зрители. Слышу, вижу. Это отлично. Через 30 секунд я вернусь к тебе с ульмой вопросов по Греции, мы поговорим о всех программах, которые есть в этой замечательной стране. Я просто хочу проанонсировать одну очень-очень важную штуку. Дело в том, что при Анру во время последнего месяца все занимались много чем, а мы не только вели вебинары, но мы и активно допиливали наш новый раздел. Этот новый раздел называется иммиграция. У нас и раньше было много материалов на портале, посвященных иммиграции, были отдельные предложения, посвященные иммиграционным программам. И недавно мы окончательно поняли, что значительная часть нашей аудитории интересуется не просто недвижимостью, да, и не просто недвижимостью для иммиграции, а иммиграцией, а уж потом мы будем искать недвижимость. И, соответственно, многие хотят зайти и получить информацию именно по программам. Раздел новый, он заполнен сейчас, наверное, процентов на 20, может быть, максимум на 25, а то и меньше. Но будет время, заходите, посмотрите, пишите нам, если что-то хотите изменить, если в чем-то хотите поучаствовать, если о чем-то хотите, чтобы мы рассказали. Иммиграционные программы, в том числе и на наших вебинарах, мы будем освещать постоянно, собственно, и мы сейчас этим занимаемся. И вот наш раздел прианру слэй слэш иммигрейшн – это наш антикризисный подарок себе. И, надеюсь, всем вам. Вот с 1 мая мы наш раздел запустили. Все. Об этом все. Ольга Кострица, компания Грекодом Девелопмент. Встречались крайний раз в марте с тобой на выставке в Москве. Тогда никто не мог предположить, что были ближайшие полтора месяца, хотя примеры были самые-самые разные. Давай начнем с классической ВНЖ-шной греческой программы. Вроде как о ней многие знают, но одно дело знать, от повторения мать учения в данном случае, каковы базовые условия греческой программы инвестиций в недвижимость и на выходе в вид на жительство. Согласна, что повторение мать учения. И данная программа интересна уже давно различным гражданам разных стран. По статистике официальной на март 2020 года было получено 7 414, это без учета семьи, да, с семьей 22103 человека получили вид на жительство в Греции. Эта программа набирает обороты, потому что она достаточно комфортная, удобная и не слишком затратная. И сейчас поговорим о главной, это золотая виза, инвестиционный вид на жительство. Он выдается при покупке недвижимости одного или нескольких объектов на общую стоимость 250 тысяч евро. Необходим минимальный пакет документов, это договор или несколько договоров. И медицинская страховка, которая оформляется в Греции, она стоит порядка 100 евро в год на члена семьи. Какие базовые условия, то есть вот, ну, если мы говорим о том, кто может претендовать на эту программу, на сколько лет ты получаешь на ВНЖ и так далее? ВНЖ выдается на 5 лет с дальнейшей пролонгацией, то есть у нас должны сохраняться на момент пролонгации текущие либо новые договора по недвижимости, да, и сумма там должна быть от 250 тысяч евро. Также была поправка очень положительная о том, что данный вид на жительство распространяется не только на семью инвестора, то есть дети до 21 года супруга, плюс еще в нее входят родители обоих супругов. И можно на дачу в Грецию отправлять бабушку с дедушкой, с внуками, например, и здесь заниматься своими текущими делами. Данный вид на жительство также дает возможность детям поступить в различные образовательные учреждения в Греции, можно приобрести автомобиль, лодки и так далее, получить греческие номера и спокойно передвигаться по самой стране и также странам Евросоюза. Этот вид на жительство у нас является как бы шенгенской визой в отношении стран Евросоюза, да, шенгенской зоны, то есть мы можем ездить в разные страны и беспрепятственно, неограниченное количество дней пребывать на территории Греции. И здесь очень важный нюанс, то, что Греция не обязывает вас становиться налоговыми резидентами и не обязывает проживать определенное количество дней в году. Да, то есть вы можете жить как один день, так и все 365 дней. Как сейчас, ну как вообще происходит процедура? Вот какой порядок, каковы сроки получения вида на жительство в Греции? И как сейчас? Произошли ли какие-то изменения в текущих условиях, когда не очень понятно, как куда добираться, и объекты можно смотреть только удаленно? Ну, вообще, вот инвестиционный вид на жительство по законодательству, он выдается в течение двух месяцев, достаточно ускоренная процедура, но Греция сейчас переходит на электронный реестр, да, эта процедура уже, в принципе, движется к завершению, и мы надеемся, что процессы ускорятся. В любом случае, наша компания MBG, это юридический департамент холдинга Музинидис, который занимается непосредственно оформлением услуги, они стараются передавать в те префектуры, да, где можно будет ускорить все процессы, потому что сейчас они немножко затянуты и могут занять там до полугода, например, то есть мы стараемся сделать это максимально быстро. Плюс сейчас в условиях пандемии, да, никто не знает, что будет завтра, карантин в Греции снимает 18 мая, там уже все заработает, и мы узнаем актуальную информацию по поводу возможности удаленной подачи, да, то есть сейчас это пока на уровне слухов и статей в интернете, да, о том, что греческое правительство рассматривает возможность для нерезидентов подачи документов на удаленной основе. Это как касается онлайн-сделок, ну, в принципе, эта система, она и так работает хорошо и существует. Но вот что касается документов на вид на жительство, мы ожидаем каких-то положительных новостей, чтобы можно было какие-то процессы организовать удаленно. Но, да, пока это не официальная информация. Ну, а вот если вопрос тоже, а если ты проживаешь 180 дней в году и больше, то потом возникает налоговая резиденция? Ну, вроде как должно, по идее. Нет, то есть сам нерезидент, так скажем, выбирает, да, где он будет платить налог. То есть в Греции это... Греция не обязывает. Не обязывает. Понятно. Если мы говорим о, ну, в таком важном моменте, ты должен сначала купить недвижимость, собрать вот этот пакет документов, а потом получить, ну, одобрение, дай бог. Как это происходит? Обязательно нужно что-то купить. Это может быть дом у моря, инвестиционная недвижимость, пул из квартир инвестиционных. Это может быть земельный участок, остров, гостиница. Абсолютно неважно, да. Здесь выгоднее, если цель ВНЖ, то делать это как физлицо, а не юрлицо. После этого на основании договора купли-продажи мы подаем документы на оформление вида на жительство. И здесь замечу, что данный вид на жительство не требует сбора ряда справок, подтверждения финансовой независимости, справки о несудимости. То есть у нас только договор купли-продажи и медицинская страховка, которая... Но каким-то образом проверяют потенциального заявителя, проверяют его семью или, в общем, гречка... В общем, нет. В общем, нет. Это уже, если речь пойдет о другом виде на жительство для финансово-независимых лиц, там уже условия более строгие и жесткие, скажем так. Правильно ли я понял? Ну, о втором способе мы поговорим чуть позже. Правильно ли я все-таки понимаю, что человек купил какие-то объекты, получил вид на жительство, ну, там, спустя, допустим, полгода. После этого прошел какой-то период, он избавился от своей недвижимости, через пять лет он хочет продлевать. Он, по сути, продлевать должен на основании предоставления каких-то документов, тоже подтверждающих его собственность. Это могут быть совершенно другие объекты. Да. То есть если за этот период инвестор продал свою недвижимость и приобрел что-то новое, самое главное, чтобы у него на момент пролонгации были договора купли-продажи, подтверждающие необходимую сумму. Сейчас у нас сумма 250 тысяч евро. И по данному виду на жительство мы на своей истории не знаем отказа, отказов в предоставлении данной, в получении вида на жительство, потому что это упрощенная, лояльная программа, она по факту не имеет каких-то жестких критериев и ограничений. Это единственное, если какие-то политические нюансы возникнут, и, например, клиент подавал в какой-то стране, ему отказали по какой-то очень жесткой и веской причине, он нарушил какие-то законы, в этом случае может быть отказ. Но на нашей практике, к счастью, все достаточно благополучно и позитивно. Важный момент, если мы говорим о виде на жительство, про образование ты еще сказала, но думаю, что если повторишь, ничего страшного не будет, а момент, связанный с работой и с занятием бизнесом, вот эта отдельная история. Бизнес, пожалуйста, то есть Греция рада любым инвесторам, да, вы можете приобрести мини-отель, вы можете заняться сдачей квартир в аренду, вы можете открыть свой ресторан, магазин и так далее. То есть здесь вопрос, какая деятельность, нужно ли будет оформлять юридическое лицо, либо можно работать как физическому лицу, да, и нужно смотреть по выгодности, по налогам и условиям работы. Но в плане официального трудоустройства здесь ситуация достаточно, ну, более сложная. То есть если я хочу, например, устроиться на работу где-то в Греции, у меня есть вид на жительство, то мне нужно будет уже от работодателя получить ряд документов и помощь в оформлении, так называемый рабочий вид на жительство. То есть в Греции официально устроиться на работу по виду на жительство достаточно сложно. То есть там волоки-то уже получатся разного рода, да. Окей, давай тогда немножко перенесемся в иную ситуацию и поговорим о виде на жительство для финансово-независимых лиц. Я знаю, что в этой программе, может быть, заслуженно, может быть, незаслуженно, говорят, меньше, но тем не менее. Да, я просто читаю параллельно вопрос. Я отвечаю на свой вопрос, на мой вопрос, а я тебе потом этот задам. Договорились. Не у всех покупателей есть возможность приобрести недвижимость за 250 тысяч евро. И, конечно же, есть другой тип вида на жительство для финансово-независимых лиц. Вы можете купить любой объект недвижимости, например, там за 100 тысяч евро, за 50 тысяч евро. И здесь уже необходимо будет собрать пакет документов. Это медицинские справки, справка о несудимости. И самый главный, наверное, документ в этой всей истории – это любые официальные справки, подтверждающие ваш доход от 2000 евро в месяц. Если речь идет о полной семье мужа, жена, дети, то 2700 евро в месяц официально на семью должны быть в официальных документах при подаче. Мы здесь, получается, собираем все документы в России, подаем в миграционную службу, получаем визу типа D, и с ней уже отправляемся в Грецию на заключительное собеседование и получаем вид на жительство на два года с пролонгацией по три. Потом в дальнейшем идет. Кто получает вот этот вид на жительство и кто отправляется на собеседование? Только глава семьи или вся семья должна ехать на это собеседование? Ну, в текущих условиях, я не знаю, может быть, только глава семьи. Ну, вообще, заявители, да? То есть, если у нас документы подают оба супруга как работающие, и их доходы будут официально совокупны, да, то оба супруга задействованы. Если главный член семьи выступает как инвестор, то он основной заявитель, получается так. Что... Значит, еще разочек, давай повторим еще разочек финансовые условия. Какой порядок суммы? И должен ли ты иметь что-то на счету? И каким образом... Да, две тысячи евро в месяц. Официальный доход – это минимальный доход, который должен быть. И вот здесь предостережение, был случай, когда очень сильно скакал курс евро, и заявитель подал справки о доходах. У него там было две тысячи евро, например, по курсу 60. Я не помню, какой тогда курс был. И на момент рассмотрения этих справок курс евро был 80. И получается, что по доходам, так как у нас здесь в рублях доходы, он не прошел, ему пришлось переделать всю эту процедуру, заново подавать документы. Две тысячи евро – это официальный доход. Желательно, чтобы на счету в Греции было... Какие-то префектуры требуют 24 тысячи евро на счету, показать единовременную справку с банка в Греции. А какие-то требуют 48 тысяч евро на счету, то есть это на два года, да, как бы сумма по 24 тысячи получается. Есть банки, которые там могут, и службы, и миграционные, которые могут не запросить эту справку. Но мы всегда советуем лучше подстраховаться и подготовить правильный, качественный пакет документов. Окей. Ты сказала про собеседование, которое нужно приходить, нужно проходить тому, кто хочет получить ВНЖ на основании финансовой независимости. Вот немножко про это собеседование. Как оно происходит, на каком языке, кто тебя собеседует, о чем вы сейчас спросят? Ну, вот эти процессы уже полностью организуют наши юристы в Греции, которые специализированно занимаются этим вопросом. Я повторюсь, что я представляю отдел продаж, но мы владеем разного рода информацией, и, безусловно, ведем процессы здесь, помогаем нашим клиентам в России. Там наш юрист берет за руку нашего клиента, ведет во все необходимые инстанции, да, и помогает полностью в организации всех процессов. Не нужно знать греческий, не нужно знать английский. Не то хорошо. Да, то есть помощь на всех уровнях, она оказывается, клиент ведется, да, и уже на территории Греции все процессы организуют юридически адвокат, да, и специализированные юристы. Окей. Ну, еще все-таки несколько слов хотят услышать про возможность получения ВНЖ и занятия бизнеса в Греции. То есть купил отель с 250 тысяч евро на этом основании и получил ВНЖ, а далее официально ты имеешь право ввести бизнес как собственник этого отеля. Вот как это происходит чисто юридически? Ну, чисто юридически я могу ввести бизнес как физическое лицо, то есть я получила ВНЖ, переехала в Грецию и занимаюсь данной деятельностью. Но здесь, наверное, речь идет о мини-апарт-отеле каком-то, да? Например, да. То есть о парту, как квартиры, посуточная сдача. Например. Больше, да, такая специализация. Если я приобрела отель, например, за 3 миллиона евро, да, там 100 номеров, номерной фонд, уже необходимо какое-то администрирование организовывать, нанимать менеджеров, работников и так далее, то здесь, безусловно, необходимо будет оформить юридическое лицо и уже организовывать деятельность такую более масштабную, да, и более, ну, юридически обоснованную. Дищащенную, по всех сторон, да? Да, да. Потому что там другие обороты и задействованы другие ресурсы физические. Окей. Давай тогда перейдем. Я попрошу презентацию там подключить нашу по Греции. Это не по Греции. Но сейчас мы ее подключим. Греческую презентацию. Вопрос вот в чем. Вот она, наша замечательная Греция. Я попросил тоже Ольгу подготовить несколько примеров с учетом того, что, ну, как мы заявляли изначально тему, мы говорим о том, что есть некое желание еще и как-то зарабатывать, и уж, по крайней мере, не потерять, то есть ложиться в недвижимость, которая позволит что-то иметь. И Ольга, соответственно, вот таких пару примеров подготовила. Давай тогда по ним просто и пробежимся. Пример номер один. Да, примеры подготовила достаточно, ну, разного характера. Хотелось бы отметить, что объектов очень много, да, и они все очень разного уровня, разной стоимости, да, и под вид на жительство можно подобрать абсолютно множество вариантов. Но здесь я привела пример бизнеса в Афинах. Почему? Потому что до ситуации с коронавирусом очень было активное направление, очень много инвесторов с разных стран мира вкладывались именно в центр Афин, организовывали апарт-отели, квартиры под сдачу в аренду, да, потому что туристические потоки, они наращиваются, плюс в Афинах это происходит круглый год, это не сезонная недвижимость, это круглогодичная недвижимость, и, конечно, это пользуюсь большим спросом, и я надеюсь, что сейчас все стабилизируется, потому что трудно судить о завтрашнем дне, да, когда откроются границы и когда восстановится туристический поток. Мы надеемся, что это этим летом уже произойдет, и тогда вся эта деятельность восстановится. И вот данный объект, он находится в самом центре Афин, это улица Гизи, она наполнена просто различными ресторанами, тавернами, развлекательными учреждениями, то есть это такая активная живая улица, где можно проводить шоппинг, время с друзьями, и, конечно, здесь очень высокий трафик туристический, и в данном здании предлагается апартамент, уже после полной реконструкции, ремонта класса люкс, цен начинается от 200 до 350 тысяч евро, то есть можно купить один апартамент, уже полностью готовый, получить вид на жительство, и когда ситуация улучшится, сдавать его в аренду, либо чередовать нахождение самостоятельное для отдыха, да, с семьей и сдачу в аренду. То есть это именно инвестиционная история, которая находится в очень удачной локации, и на сегодняшний день, ну вот, мне кажется, интересно. Скажи, пожалуйста, ну вот традиционная история, о которой сейчас говорят довольно активно, что, во-первых, большим спросом будут пользоваться дома, а не квартиры после завершения этого кризиса, и вторая история, гораздо больший инвестиционный интерес будут иметь объекты под долгосрочную сдачу. Твое ощущение и в приложении вот к конкретным объектам? Да, с Airbnb, я думаю, вы все слышали, что произошли какие-то перемены в этой организации, и, скорее всего, они коснутся вообще всей туристической недвижимости, не только Греции, и вот посуточная сдача в аренду. То есть я думаю, что сейчас, конечно, лучше делать акцент на долгосрочную аренду, потому что она всегда была, есть и будет. Это всегда пользоваться популярностью, и тем более Греции, Афины и Салоники, это города-миллионники, да, где, куда приезжают люди работать, учиться, постоянно жить, и такая недвижимость всегда будет работать. То есть для постоянного проживания арендаторов. Ну, я вот в текущий момент тоже склоняюсь к такому мнению, то, что посуточная сдача сейчас, вот сейчас будет простой, да, в любом случае, и инвесторы, которые занимались сугубо этим, они сейчас, получается, в ожидании открытия сезона. Вячеслав задает вопрос про кредит на недвижимость в случае получения ВНЖ. Можно ли претендовать на вид на жительство, если ты купил объект за 250, но своих внес только 40? Ну, в Греции в текущий момент кредитование для нерезидентов приостановлено, это связано сугубо с валютными, да, скачками. Если у вас есть возможность, если вы работаете в европейской компании, да, и у вас доход фиксировано в евро, то кредитование возможно, но в случае, если это рубли, то в Греции пока такой программы нет. А ВНЖ-то я смогу получить, если я купил в... Да. И тогда еще один вопрос. Давай про второй, во-первых, объект, а потом еще пару вопросов здесь появились. Значит, это совсем иная история, это 55. Да, здесь на самом деле предлагается 38 апартаментов. Это проект, который реализует наша компания Greekodome Development. Здесь апартаменты начинаются от 55 до 160 евро. Находятся в очень удачной локации на полуострове Халкидики, Ситания, город Никити. Это как столица полуострова, получается. И мы последние годы стали видеть очень высокий спрос на этот поселок. Много спроса и мало предложений, получается так. И решили построить вот такой комплекс. Он будет готов ориентировочно через год, но сейчас уже зарезервировано достаточно много объектов в этом комплексе, потому что вот как раз нужно переждать этот период, да, и чтобы потом было что-то готовое на момент отдыха либо перепродажи, потому что планируется какая-то дельта. То есть сейчас цена такова, и, безусловно, по завершению строительства она будет на порядок выше. То есть мы планируем, что процентов 20, то точно цены вырастут. И тем более, с учетом того, что здесь мало на продажу в этом поселке предложений, это находится рядом с морем, бухтами, маринами, тавернами. То есть великолепное туристическое место. Кто был в Греции на Халкетиках, знает, что такое Никити. И поэтому этот проект интересен, и можно приобрести несколько объектов, если подвид на жительство за 250 тысяч евро, да, либо просто для отдыха, либо для сдачи в аренду потенциальной, либо для перепродажи. Такой интересный объект. Ну, то есть это тот случай, если мы говорим в приложении к ВНЖ и гражданству, то это или один апартамент, и ты должен, ну, показать свою финансовую независимость, или это, ну, вот математический расчет показывает, что вот пять таких апартаментов, ну, или там четыре, где один там побольше будет, и тогда, соответственно, есть шанс, просто купив несколько объектов. Да, можно еще, как сейчас очень модное направление, диверсификация рисков, да, можно приобрести один апартамент в курортной зоне, один в Салониках, например, там тоже есть объекты с гарантированной длительной арендой, в среднем 500 евро, например, за 100 тысяч купили квартиру, за 500 евро в месяц она будет сдаваться, есть компания, которая занимается сдачей в аренду этой недвижимости, в Салонике студенческий город, активный город и туристический в том числе, вот, можно сделать так, то есть многие у нас инвесторы распределяют свои средства по разным регионам, что в случае простой, например, туристической зоны, как сейчас это происходит, городская зона работала и приносила доходность. Окей, ну, еще один вопрос, хорошо ты получил ВНЖ, а если ты переходишь дальше и хочешь претендовать на гражданство, какие есть у тебя права и основания в этом случае? Ну, я думаю, что гражданство в любой стране это достаточно непросто, да, нужны либо огромные инвестиции, либо время, выдержка и желание. И Греция относится ко второй категории, опять же, ходят слухи о том, что, может быть, появится какая-то интересная инвестиционная программа, но пока я ничего сказать не могу, потому что фактов нет. Гражданство можно получить, постоянно проживая на территории Греции, на протяжении семи лет минимум. Необходимо за это время углубиться в корни, в знания истории Греции, выучить язык и придя на собеседование просто показать свою самоотверженность и дикое желание проживать в этой стране, да, и свои знания, знания вот и приверженность к этой стране. И тогда есть вероятность его получить. Но, повторюсь, нужно постоянно проживать, нужно показывать на протяжении семи лет вот свое желание жить именно в Греции. Ну, то есть ты получаешь ВНЖ, вот этот базовый, и с ним уже живешь на основании его, но живешь долго-долго-долго, потом продлеваешь, живешь еще пару лет, и потом радуешься жизни. Да, и пытаешься вот все это организовать. Окей, дорогие друзья, с удовольствием, во-первых, попрошу опубликовать контакты компании Grigodom Development в нашем чате. Оля, ну и перед тем, как мы с тобой уже завершим разговор, две новости, они как раз по Греции пришли, сейчас мы с тобой чуть-чуть обсудим. Первая новость, она пришла от АТОРа российского, это туристических, ассоциации туристических операторов. Греция опубликовала информацию о том, что будет принимать иностранных туристов на особых условиях. Без справки не примут, пассажиры любых видов транспорта, прибывающие в Грецию и за границей, обязаны будут показать медицинское свидетельство об отсутствии у них коронавируса. Справка должна быть оформлена не ранее, чем за 72 часа до пребывания. Ну, у всех путешественников будут измерять температуру прибытия. В туристической зоне появятся специальные карантинные отели, куда будут поселять туристов, заболевших все-таки вот этой пакостью. В отелях нельзя будет обслуживать себя самому на шведском столе, кроме, возможно, очень маленьких гостиниц. Шезлонги на пляже будут ставить на расстоянии полутора метров и дезинфицироваться после каждого использования. Вот как это будет происходить на практике, в Греции я ума не приложу. Ну, за что купил, зато продаю. Если честно, я предполагаю, что такие инструкции напишет каждая страна, туристическая, потому что сейчас все страны пытаются бороться с этой напастью, и, безусловно, каждая страна должна проявить какую-то инициативу в плане нераспространения пандемии второй волны и так далее. То, что написали греки, ну, возможно, первое время действительно будут какие-то ужесточенные меры. Мы очень ждем, когда откроются все-таки границы, и там уже, я думаю, по ситуации посмотрим, как этот вирус будет вести себя при высокой температуре. И, как говорят, что он просто не выживет. Если это будет так, то все станет как раньше, да, все восстановится. Ну, ничего, я тут, ага, да, продолжай. Ну, я, в принципе, все сказала. Я тогда скажу, а ты потом продолжишь. Значит, страна, вот последняя новость, что Кириакос Митсатакес, это премьер-министр Греции, объявил, что официально запустить туристический сезон страна сейчас хочет, 1 июля. Да, Греция ждет от Европейской комиссии некоего единого плана, и в этом плане должны быть подписаны правила работы гостиниц, самолетов, поездов, кораблей. В середине мая этот план должны опубликовать. И еще одна новость в продолжении того, Оля, о чем ты мне рассказывала. Крупная греческая онлайн-платформа Спитагатас написала, провела исследование покупателей именно по Греции. Они сказали, 15% сказали, что они пока собрались отложить планы на покупку недвижимости или аренду. 41% сказали, что они обеспокоены, но не собираются ничего менять. 30% сказали, что мы вообще оптимисты и продолжаем искать, как раньше. 13% сказали, что просто решение менять не собираемся, мы не пессимисты, не оптимисты. А 1% уже заселился в новое жилье за время последних полутора месяцев. Вот такие у нас дела. Очень-очень молодцы, что называется. Да, и я скажу вот по своей практике, да, то есть мы продолжаем общаться с нашими клиентами, они задают вопросы. И, в принципе, я не вижу паники и вижу, что люди планируют продолжить, да, то есть все ждут открытия границ и планируют продолжить те процессы, которые мы уже начали. Кто-то остановился на стадии задатка, да, и ждет каких-то дальнейших юридических процессов подписаний. Кто-то на выборе недвижимости, кто-то планирует поездку и там уже определиться с недвижимостью. Но вот такой категоричности и страха со стороны наших людей я не вижу. В любом случае, меры, которые предпримет Греция, мы к ним будем прислушиваться, будем стараться соблюдать дистанции и как-то подстраиваться под новые условия, чтобы наш клиент был в безопасности, автомобили будут оснащены вот этим спиртосодержащими антибактериальными средствами и так далее. Что можем, то сделаем, это понятно. Да, и греки действительно настроены оптимистично, что 1 июля туристический сезон начнется, уже все откроется, да, и любимые российские туристы вернутся, вернутся в эту сезонную страну. Главное, чтобы нас начинали выпускать, это такая история. Да, да. Это да. Ну что ж, дорогие друзья, Ольга Кострица, компания Грекодом Девелопмент. Толя, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.